Друзья, всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу вам истории своего подписчика, который обратился в техподдержку Microsoft. Перед началом видеоролика попрошу вас как всегда поставить лайк, подписаться на канал, ну а также написать в комментариях какая по вашему мнению техподдержка Microsoft, топ или не топ. Поэтому пиши в комментариях поддержка топ или поддержка фуфло. Ну а также напиши свою историю по поводу обращения в техподдержку, если она имеется. И давайте начнем. А начнем мы с того, что недавно мне написал мой подписчик Иван и поделился своей историей обращения в техподдержку Microsoft. Если что, техподдержка Microsoft на мой взгляд одна из лучших в мире и иногда они делают даже больше чем положено. За это им просто огромный респект. В принципе, как вы догадались, в этой истории они тоже прыгнули выше головы и сделали нереальный подгон. И давайте все-таки к истории. Началась она с того, что у Ивана случилась проблема с элитным геймпадом белого цвета. У него от рукояти начал отходить резиновый слой и если что, это просто огромная проблема элитных контроллеров в первой версии. Поскольку таких фото, а также вопросов о том, что с этим можно сделать, я повидал достаточно. На мой взгляд, данная проблема это реальный косяк со стороны майков, поскольку, опять же по моему скромному мнению, геймпад, который стоит около 12 тысяч, а это между прочим 3 обычных геймпада за 4К или же 3 топовых игры за 60 баксов, так ломаться не должен. Как по мне, ценник у него все-таки весомый, а за такие деньги он просто не должен иметь таких дефектов. И да, если вдруг у вас есть элитный контроллер, то напишите об этом в комментариях, посмотрим сколько у нас элитных геймеров. Так вот, Иван после проблемы не растерялся и написал в техподдержку, мол, так и так, что делать? К сожалению, у него уже кончилась гарантия и кончилась она 27 апреля 2019 года. Но в техподдержке пошли навстречу и просто бонусами ему накинули 60 дней из-за пандемии. Ну, согласитесь, неплохой бонус, хотя уже как год прошел. Но чудеса на этом не закончились. Кстати, если кто-то не знал, то Microsoft без проблем меняет свои продукты, ну а также их чинит. В случае, если у вас что-то не так с консолью, с геймпадом или же с кинектом, пока у вас есть гарантия, вы без проблем можете обратиться к майкам для устранения проблемы. Либо им пишите, либо же просто звоните, и они вам объясняют, что и как сделать. Кстати, насчет обмена. На самом деле, майки в первый месяц продажи Xbox'а в России делала капец, какие подгоны тем, кто обнаружил какой-либо брак в геймпадах. Если кто-то не знал, то майки на первых порах за сломанный геймпад просто привозили вам бесплатно второй новый без всякой замены. На самом деле, мне кажется, что это могло бы продолжиться до сих пор, если бы мамкины бизнесмены или же любители халявы не начали бы этим злорадствовать и получать вторые геймпады на халяву. Наглость была в том, что многие путем обращения в поддержку просто добывали себе второй халявный геймпад, когда первый был не сломан. Суть была в том, что майки не проверяли на работоспособность первый геймпад, не требовала чек, а просто принимала заявку и присылала вам новый. Опять же, обращаю ваше внимание, не забирая старый. Но потом, когда майки все-таки прочухали, что таких говнюков стало чересчур много, они просто прикрыли лавочку и изменили условия замены. Во-первых, теперь показывай чек, то что ты купил геймпад. Во-вторых, отдавай геймпад и мы уже решим, что с ним сделать. Либо чинить, либо отдавать новый. Но так или иначе, они больше не привозят второй геймпад на халяву. Вообще, на самом деле, офигею с людей, поскольку считаю, что это, ну, реальная наглость. Да, понятно, что когда есть халява, ей хочется воспользоваться, но не так же. Не удивлюсь, если какие-нибудь умники потом продавали эти геймпады. Итак, опять к истории. Забрали у Ивана элитный геймпад первой версии и через некоторое время ему привезли совершенно новый геймпад второй версии. Офигеть подгон, да? Да, я понимаю, что они могли бы ему отправить точно такой же белый геймпад или как-нибудь присобачить клеем тот слой, но они решили сделать такой подгон в виде контроллера второй версии. На самом деле, даже Ваня от этого был в шоке, поскольку, ну, такого он точно не ожидал получить. Единственное, по его словам, контроллер ему прислали без чехла, но со всеми дополнительными штуками. По типу аккумулятора, зарядки, лепестков и так далее. В принципе, это не единственная история, когда поддержка помогает больше положенного и делает такие вот подгоны. Иногда встречал истории, что вместо простых геймпадов высылали лимитированные. Но это бывает не у всех и не на постоянной основе. Сразу хочу предупредить всех умников и халявщиков, не вздумайте пользоваться добротой поддержки и не надейте, что вместо первой версии элитного геймпада вам также вышлют вторую. Во-первых, имейте всегда совесть, а во-вторых, обращайтесь в техподдержку только в случае необходимости, а не просто так, что вам вдруг вздумалось, что вам также повезет. Если вы хотите сохранить ту замечательную поддержку Майкрософт и ее отношения, то просто не наглейте, и майки сами будут идти навстречу. Лично я также обращался не раз в поддержку Майкрософт, но это, наверное, было в первые три года, когда я купил Xbox One Fat. Поскольку у меня также ломался геймпад, и да, есть что, я тоже получил второй геймпад на халяву. Ну, поскольку у первого геймпада стик у меня начал вести в какую-то сторону, и я на это время даже не предполагал, что мне просто привезут новый геймпад. Но, признаться, и халявный геймпад у меня начал брахлить, и, по-моему, у меня заедает там кнопка. Также я обращался в поддержку по поводу Кинекта, но не успел его отправить, к сожалению, на техобслуживание, поскольку вышел срок гарантии. И пандемии на тот момент у меня не было, и никаких бонусных дней мне не добавили. Ну, а также я к ним еще обращался по поводу адаптера для Кинекта. Для тех, кто не в курсе, то Кинект нельзя просто так подключить к Xbox One S или к Xbox One X, поскольку в них просто нет такого разъема, как есть на Xbox One Fat. И с целью поддержки своих игроков, которые после фатки купили еще и новую версию консоли, майки высылали бесплатный специальный адаптер для того, чтобы ты смог подключить свой Кинект. Мне, кстати, повезло в этом плане, поскольку я в самый последний момент успел получить этот адаптер, ну, чтобы подключить его к S-версии консоли. Для этого нужно было наличие Кинекта и консоли Xbox One S, по-моему. Но потом, после моей заявки, буквально через две недели, майки прекратили выпуск адаптеров, и его бесплатно уже нельзя было получить никаким образом. И да, если вы вдруг думаете, что я такой же халявщик, как и все, нет. Я всегда обращался в техподдержку по необходимости, и если реально что-то требует замены или техобслуживания. В любом случае, данные поступки от майков и их отношение к пользователям делают их просто лучшей поддержкой. Признаться, даже не знаю, где вам еще так помогут и сделают такой вот подгон. Про ту же Sony я, признаться, даже ни разу таких историй-то не встречал. Поэтому в плане поддержки майки просто топ. И топ до такой степени, что любые их продукты, на старте или нет, можно без проблем брать и не бояться, поскольку в случае чего вам по-любому помогут. В общем, такая вот история. На этом, в принципе, все. Если вам понравился этот видос, то ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свои истории обращения в техподдержку, если они имеются. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До новых встреч.